Это свидетельство о прогрессирующем обнищании всего населения. Слово «прогрессирующий» здесь упоминается в кавычках, потому что, конечно, это показатель регресса всего общества. То есть, вместо того, чтобы люди тратили больше денег на самообразование, на путешествия, на укрепление здоровья, на занятия спортом, они вынуждены, если называть свои вещи именами, с трудом сводить концы с концами. Закредитованность населения достигла фантастических масштабов. По-моему, 40 миллионов человек в нашей стране, так сказать, из числа трудоспособного населения, а это значит, основная масса трудоспособного населения, имеют кредиты в огромных количествах, они сплошь и рядом не способны обслуживать эти кредиты. То есть, люди подвергаются риску о том, что у них отберут то, что они купили на эти кредиты, включая средства транспорта и квартиры. И мы говорим не только о том, что все более значительная часть расходов семьи тратится на продукты питания, но о том, что структура продуктов питания ухудшается. Люди покупают все более дешевые и некачественные продукты. Об этом нужно громко говорить. То есть, мы наблюдаем все более заметное обнищание населения. И на этом фоне залихватские утверждения правительства о том, что все хорошо, прекрасная маркиза, выглядит просто нелепо. Правительство движется в обратном направлении от общемировых тенденций. Я только что познакомился с статистическими данными, которые указывают на том, что не только в Европе, но и, например, в Японии сейчас под реальный сектор кредиты дают под минусовую ставку. То есть, центробанки европейских государств и Япония готовы субсидировать коммерческие банки, которые выдают кредиты под практически нулевую ставку, 0,1% на развитие реального сектора экономики. То есть, весь мир вкладывает деньги в развитие реального сектора экономики и финансовыми инструментами способствует развитию своей собственной промышленности и сельского хозяйства. У нас задирает ставку до 17, потом 11%. Это ключевая ставка центробанка. Реальный же кредит получить нашей промышленности можно по 20 с лишним процентов. Это при рентабельности 5-7 процентов в лучшем случае. Конечно, означает, что фактически промышленность кредитует банки, а не наоборот. То есть, совершенно безумная выстроенная финансово-кредитная политика, которая не только способствует развитию промышленности, а фактически разрушает эту самую промышленность.